О, это просто прекрасно! Пойду встану в стороночку справа и буду приглашать на эту сцену людей, которые ответственны за этот сериал, в общем-то. Начнем с Кати Матвиенко, продюсера проекта. Ваши аплодисменты! Отличная музыка под выход. А следующая на эту сцену выходит Никита Волков. У-ху! Все любят Никиту Волкова, все это знали еще с самого начала. Владимир Горцулов, ваши аплодисменты! И, наконец-то, Алена Шведенкова прямо сейчас! Это просто прекрасно! Как нужно приветствовать людей, которые выходят на эту сцену? Давайте! Очень круто! Третий сезон уже! Да что такое? Сколько времени уже прошло с самого начала? Это уже очень классно! Слушайте, давайте начнем с серьезных вопросов, потом у вас тоже будет возможность задать вопросы с зала. Вообще, это же Мор ТВ. Интересно, есть ли у вас какие-то данные по количеству просмотров этого сериала? Насколько он стал популярным за эти годы? Ну, я, наверное, отвечу. Значит, только на одном Ютубе третий сезон собрал уже около 20 миллионов просмотров. И, таким образом, все вместе стало более 200 миллионов просмотров за все три сезона. То есть, получается, что, в принципе, действительно не за Ютубом, а, в принципе, за онлайн-платформой в будущий раз такая история. У вас только поклонников уже здесь? Люди смотрят сериал, несмотря на то, что его не показывают на центральном телевидении, как это работает обычно? Я думаю, что да. На самом деле, будущее за платформами, будущее за интернетом. Но, наверное, телевидение еще не надо скидывать со счетов. Я согласен. Просто интересно, насколько это круто работает. Вопрос к актерам. Как в целом изменились трудные подростки за эти три сезона? Столько лет уже прошло все-таки. Они стали менее трудными или все-таки появились какие-то новые трудности? Ну, мне кажется, что если бы они стали менее трудными, то тогда не было бы третьего сезона, и я остался бы без работы. Ну, без работы бы ты не остался, мне кажется, да? Ну, я имею в виду, в смысле, мой персонаж остался бы без работы, и там нечего было бы разгребать. Как бы нет, ну, как бы многие уже в материале. Нет, мне кажется, ребята только добавили каких-то еще более адских проблем для Антона Ковалева, ну, в частности. И, наверное, не только и для персонажа Германа, и для персонажа Эдика. Да нет, мне кажется, просто они взрослеют. Они взрослеют, и, ну, жизнь как-то их бьет еще сильнее. Вот и все. Ну, а вы расскажете, что-нибудь об этом? Что у вас-то произошло за эти три года? Скажи. Ну, судя по третьему сезону, я научился бегать. И любить. И любить, да. Ну, это было во мне всегда, правда. Не сразу разглядели. Да что изменилось? Мы стали реально взрослее просто, и проблемы стали немножко другие. Но почему-то с каждым годом, как мы взрослеем, их становится чутка больше. И это немножко навевает опасений. У тебя тоже, Алена, да, такая ситуация? Нет, я стала поменьше. Настроение. Мы любим тебя любой, это не имеет никаких вопросов. Давайте аплодисменты, ребята! Нет, мой персонаж прошел от стадии непринятия до гармонии, любви. А это, мне кажется, очень круто и очень мотивирует. Слушай, а вот интересно, сериал — это такая серьезная история, вы много лет уже его снимаете. Ну, как много? Конечно же, это пока еще не теория большого взрыва, когда уже 40 лет она длится. Но вы близки к этому. Вы дружите вне площадки? Часто встречаетесь вообще в целом? Да. Нет, нет, да, мы... Мы, мне кажется, мы дружим. Да. Ну, хорошо, как вы проводите время? Давайте так сделаем. Ну, дружим. Алена, ну... Максимально дружим. То есть максимально... Ребята дружат. Да нет, ну что, встречаемся с ребятами, там, если у кого-то там выходит какая-то свободная минута, если есть, встречаемся, пообедаем, поужинаем, футбик погоняем на коробке. Ну, то есть, как бы, кино посмотрим. Да как и все, чего? Ну, камон. Очень круто. Давайте поаплодируем. Надо аплодировать после каждого ответа. Не забывайте придумывать вопросы. Я сейчас спущусь уже к вам. И вообще, как бы, мы уже не первый раз об этом говорим, что сериал несет такую социальную миссию, так сказать. Кто-то из вас мне рассказывал, что вам в директ даже писали какие-то люди о своих проблемах. Это продолжается до сих пор? Как обстоят с этим дела? Ну, это касается, ну, по большей части, меня. Потому что затронута очень глобальная тема, да, тема бодипозитива, принятия себя. Буллинга, бодишейминга. И мне кажется, что сейчас все рядом стоящие с нами рано или поздно как-то ощущали, ну, на себе это влияние. И мой персонаж очень четко ведет линию и выстраивает очень четкую позицию в этом плане. Особенно это видно в третьем сезоне, да, вы видели трейлер. Я в нижнем белье, как бы, все very good. Поэтому, да, мне присылают, мне присылают сообщения и всячески, как я могу, я поддерживаю. И, ну, своим примером, своей историей даю понять, что это абсолютно нормально и со всеми это случается. Главное идти дальше, не комплексовать, не переживать. Мы все особенные и главное понимать, что это наш изюм. Изюминка наша. За изюм, ребята! Вы все прекрасны, вы все индивидуальны и нафиг всех, кто говорит, что что-то не так. Вон, вон, там особо произвело впечатление твоя речь, вон, смотри. Вон, 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 туда, туда, вот там вот твои фанаты, вот. Привет, привет. А, привет! Алёна, а что он тебе сейчас на ухо говорил? Расскажи, пожалуйста. Он сказал, стань пошире, пожалуйста, ты давишь меня. Хорошо. Надо сказать, что я еще добавлю, что сериал действительно не только развлекает, но и поддерживает. И во втором сезоне у нас был открыт телефон доверия специальный для подростков, которые, посмотрев сериал, хотят поделиться своими проблемами. И телефон доверия обрывался. И в этом году мы поняли, что одним телефоном мы не справляемся. Добавили мой. А? Добавили мой почему-то. Тебе звонят и просят помочь. Мы поняли, что одним телефоном мы не справляемся. Был открыт чат-бот «Трудно подросткам». Подчеркивание, нижнее бот. Который тоже пользуется большой популярностью. Там можно зайти, выбрать проблем. Выбираешь, какая у тебя проблема. Переходишь, можно почитать статьи по поводу этой проблемы. И можно также позвонить на специальный телефон конкретно по твоей проблеме. Все это пользуется большой популярностью. В этом чат-боте очень много активных пользователей, которые сидят там постоянно и ищут поддержки. И, в общем, да, мы поддерживаем подростков. Не только развлекаем и показываем всякие непристойные вещи. Приколдессы. Отлично, Ваш благословение. Давайте вопросы, пока не тут. Ты первая хотела, да? Погнали. Я тут, если что. Наверное, вопрос всем. Откуда Вы брали истории? И до первого сезона, и после первого истории из Вашего сериала? Ну, вообще, прежде чем писать этот сериал, мы проехались по настоящим центрам трудных подростков и посмотрели, как там живут ребята, как-то, в общем, их истории. Ну, и немножечко разукрасили, потому что, конечно, такого трэша не бывает в жизни. Какой совет Вы бы дали нынешним подросткам, у которых такие же проблемы, как и в сериале? Можешь воспользоваться чат-ботом, я это назову. Ну, да, во-первых, есть телефон доверия, есть телеграм-бот. Да, но какой бы я дал совет? Чуть меньше, наверное, чуть меньше, если мы касаемся какой-то темы типа буллинга, как у Алены, чуть меньше акцентировать на этом внимание, не думать, что о тебе говорят другие. И я говорю еще раз, принятие себя – это такая, конечно, очень замыленная вещь, но так или иначе она работает. Не думай вообще, что о тебе думают другие люди, это в первую очередь. А во-вторых, главное помнить, что ты не один, у тебя есть родители, у тебя есть друзья. И никогда не стыдно подойти, сказать о том, что у тебя есть проблемы и попросить о помощи. Не важно, о какой, это будет совет или это будет решение проблем. Просто главное принять то, что у тебя вдруг есть проблема или она появилась, прийти, рассказать об этом, и тебе точно помогут. Ну, мне кажется так. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Какая сцена для каждого из вас далась труднее всего? Здрасте. Спасибо за вопрос. Но у меня лично это были постельные сцены, и сцены с поцелуями, и все вот такое. Ну, понимаете, да? А почему тебе сложнее всего, Далисий? Кровать маленькая. Ваши аплодисменты, ребята, это прекрасно. Ну, получается так. Или не нужно было аплодировать сейчас, я не знаю. Что нужно делать, скажите, пожалуйста. А у нас всегда такие, мы друг друга всегда. Все же так шутят друг с другом, это же дружеские шутки. Давай. Здравствуйте. Мне бы хотелось прежде всего сказать, что я не так давно посмотрела сериал, и хочется сказать вам большое спасибо. На некоторых моментах мне даже хотелось заплакать. Местами это было похоже на что-то, что происходило, может быть, у меня в жизни или с моими знакомыми. Что вас остановило? Что меня остановило? Ну, вам хотелось заплакать, вы говорили, что я остановила. Я старалась, у меня был не плача, я не плакала. Я тоже не вижу. Я тоже не вижу. А, привет. А, привет. В общем, большое вам спасибо, вас всех очень хочется обнять. И вот такой вопрос. Если бы вы могли встретиться со своими персонажами, какой бы совет вы им дали? Не, ну у меня, наверное, конкретные советы. У тебя три сезона советов, мне кажется. Нет, стоп, нет. Если бы я дал совет Ковалеву, да? Ну, меньше бухать, меньше бухать и не разбрасываться по мелочам. Ну и, конечно, старик, не просри свою карьеру. Ну, как бы. А я бы сказала, делай, что делаешь, и все будет правильно, все будет так, как нужно. Алена лучший персонаж и человек, мне кажется. Давайте поаплодируем этой прекрасной женщине. Давай вопрос. Моя подруга и я вообще дикие фанатки вашего сериала. И она не смогла сегодня попасть. И больше всего она вообще обожает Никиту. Ты можешь передать ей привет? Ее зовут Маша. Маша Романенко. Нет, ну это не вопрос. Подруга Маша Романенко. Привет. Мне очень нравится ваш сериал. Как вашу подругу зовут? Моя подругу никак не зовут. Я вас сама очень сильно люблю. Мне очень понравился ваш сериал. Есть ли у вас какая-то традиция, которую вы делаете перед началом съемок или после? Есть ли у вас что-то, что вы делаете постоянно, все вместе? Очень много работаем, да. Нет, на самом деле, ну, как конкретно традиции или какого-то ритуала, знаете, как там перед спектаклем, когда все на руку собираемся, там, раз, два, три, там, с Богом, ну или там для кого как. И я думаю, нет. Ну, тарелка. Мне кажется, важно, прости, важно просто найти, как сказать, войти в это настроение, лично мне, настроение подкола какого-то, да, то есть каких-то шуток, дурацких, несмешных совершенно анекдотов, то есть создать вот эту среду, в которой, ну, в которой там обитают наши персонажи. Вот, и чтобы ее создать, нам приходится, мне кажется, очень сильно, ну, много угорать друг над другом. Вот, ну, я, по крайней мере, пытаюсь, я несу эту миссию, мне так кажется. Ну, и как-то, да, включаешься просто, ну, не в телефоне там, типа, да, постоянно сидишь, как бы там, что-то, инстаграмы там или что. Посидел все, посидел, положи в карман и займись делом. Ну, вот, ребята, не дадут соврать. У меня столько несмешных анекдотов за три сезона. Да, нет, ну, просто как-то мы, наверное, вот, да, у нас нет какого-то определенного ритуала, но мы встречаемся уже третий год, и как-то третий год, встречаясь на площадке, создается вот эта небольшая, немножко лайтовая атмосфера трудных подростков. У нас конкретно не во время съемок, а когда их даже нет, еще не начался мотор. Мы как-то живем в этом, и это, безусловно, нам помогает и вернуться к своим персонажам, потому что за год ты все равно как-то немножко живешь своей жизнью, понятно, не жизнью персонажа, и поэтому это помогает. Мы улыбаемся, шутим друг друга, подкалываем, какие-то жесткие вещи там для нас. Ну, то есть как бы совершенно очевидно, что там ничего не получилось бы без хорошего настроения, без хорошей атмосферы, потому что иначе это все очень пресно выглядело бы. И, если честно, были такие сцены, ну, я не буду там на них указывать, где было видно, что там кто-то был, неважно, в плохом настроении, кто-то был на кого-то обижен, там еще что-то, и это совершенно не работало на общее дело. И вот поэтому как-то... Еще вопросик здесь, да, давай. В общем, привет, во-первых, я огромная ваша фанатка, и у меня один вопрос. Вот за эти три сезона как-то ваши роли, они повлияли, эти персонажи, на ваш характер? Может быть, какие-то привычки, поведение? То есть это вот внесло именно в вас какой-то вклад? Или вообще нет? Нет. Да не дай бог. Ну, как бы... Ну, точно нет. Точно нет, точно нет. Нафиг оно надо. Это как раз тот момент, когда можно смотреть, что лучше не делать, да, мне кажется? Учиться на чужих ошибках. Ладно, я хотел спросить по поводу того, что в соцсетях очень много вопросов на тему девятого эпизода. Это что за история вообще? Он действительно есть и существует такая? Ну, вообще у нас сериал уже три сезона, и три сезона у нас всего восемь эпизодов, и никаких девятых нет. А что это за история про девятый эпизод тогда? Да не, ну у нас всегда восемь, это если там не считать новогоднюю серию. Бофф. Володь. Так. Ты что, сполирнул что-то? Ничего не было. Вырезать. Больше. Бля, как вырежут, это тут люди. А там идет прямой? Да, прямой. Ладно, ладно, ладно. Чего мы это самое? Мы же тоже не эти хухры-мухры. Короче, мы получили большое количество ваших просьб, пожеланий о новой серии, так сказать, новогодней, предновогодней. И поэтому совсем скоро вы можете уже увидеть на Море ТВ девятую новогоднюю серию трудных подростков. Спешл фо ию. Буквально сегодня ночью досняли. Серьезно, вы сегодня снимали? Да, да вот, я даже не успел раскримироваться. Слушайте, я понимаю, что сполирить нельзя, но хоть пару впечатлений какие-нибудь, но кроме этого это очень круто. Что вы можете рассказать об этом эпизоде? Или ничего? Нет, на самом деле, так случилось, что если что-то расскажешь, то все как снежный ком, оно покатится, и ты все уже разгадаешь. Да, это же новогодняя серия, как-никак. Ну, вообще хочется сказать, что мы смонтировали сезон, и, конечно, уже к монтажу восьмой серии уже начали скучать по ребятам, и как-то нам стало так грустно, и как же так. Так, и все уже закончилось, и было очень здорово еще раз увидеться в этом году, потому что обычно мы встречаемся такой у нас, мы их на летний лагерь собираем. Вот. А теперь у нас был зимний небольшой лагерь. Мы их поснимали, было очень здорово снова увидеться и побыть вместе в этой атмосфере и поснимать трудных подростков. Давайте поаплодируем ребятам. Очень круто! Я хотел бы сказать от себя, что классно, что год прошел, да, как бы, как мы виделись, и народу стало все больше и больше, народу ваших поклонников становится. Это правда очень приятно. Ну ладно, в прошлом году мы сидели в комнате. Никому не рассказывай об этом, главное. И там был только ты. Ну хорошо. А, у вас всегда было столько народу, да, получается? Ребят, как давно вы смотрите? Когда вы начали смотреть? Скажите мне, пожалуйста. С первого сезона? Все, ладно. А это ты одна сказала с первого сезона. Кто начал смотреть с третьего сезона? Поднимите руку. Ладно, хорошо, все, я не в деле, я понимаю. Могли бы и не поднимать. В общем, с Ладуси будет бомба, будет разрыв. И как по традиции, дальше больше. Окей, ваша лысая. Ну почти, почти, почти получилось. Давайте еще раз, ну для Алены, я вас молю. Давайте еще раз, пожалуйста. Поехали. С Ладуси будет бомба, пушка, разрыв. И по традиции, дальше больше. Актеры сериала «Трудные подростки» и продюсер Катя Матвиенко, Никита Уолков. Ваши аплодисменты, друзья. Владимир Гурцунов и Алена Шевенкова. Удачи! Заходите к нам еще. Актеры сериала «Трудные подростки» и «Трудные подростки» и «Трудные подростки»!